Спасибо. Да, я присутствую на конференциях, на всех присутствовала конференция этой замечательной конференции. Собственно, спасибо, что в очередной раз пригласили послушать о нашем опыте. Собственно, данная конференция начиналась и на втором, по-моему, сразу докладе про Касперский ОС была обрисована та проблема, которая побудила к созданию, на самом деле, собственного продукта. Единственное, что я могу сказать, я абсолютно не согласен с докладчиками от Касперский ОС в двух вещах. Первое, что можно создать более безопасную операционную систему, чем Linux. Второе, что ее вообще невозможно собрать, потому что мы сейчас на конференции, и вот масса предыдущих докладов посвящена как раз улучшению безопасности. Вот MAP, например, ограничить, проверить режим киоска, еще какие-то варианты. Это все, на самом деле, увеличение безопасности. И, скажем так, с нашей точки зрения, с моей точки зрения, безопасность можно достичь, но поскольку действительно большое количество кодов вследствие универсальности ядра Linux, получается его достичь очень сложно. Если у вас ставится какая-то конкретная цель создания, например, киоска, предыдущий доклад, то вы можете не строить серые списки, а попробовать пойти тем путем, которым пошли мы. Собственно, мы разрабатывали такое устройство, образный маршрутизатор, которое мы сделали на Linux. Это было специализированное устройство, аппаратное, там была часть большая. Но нам сказали, что не могут использовать Linux наши заказчики, потому что ядро слишком большое. То есть я, по-моему, уже рассказывал эту историю. В принципе, всего функционала Linux не нужно, и давайте ограничим только нашим приложением, которое будет как-то по каким-то правилам маршрутизировать. Мы все это знаем в статике. И таким образом мы и пришли к идее создания Inbox. Ну, собственно, теперь что такое Inbox? Это свободная операционная система реального времени, разрабатыванная для стойных систем. Почему она реального времени? Потому что изначально она была, скажем так, создана для специализированных систем, а потом выяснилось, что ее свойства прекрасно работают в реальном времени. Основная идея использования по Linux, вот как я сказал, что это, наверное, мне сейчас трудно представить, что что-то кроме Linux более хорошее появится для общих, для универсальных систем, в более безопасном, бездетерминированном, менее ресурскоемком и энергопотребляющем окружении. Собственно, если посмотреть сверху, то, в принципе, это полноценная операционная система. То есть у нас есть графика, мы там запустили Quake, я, по-моему, даже рассказывал на этой конференции. То есть есть файловые системы, есть, в общем, все. То есть вы можете строить все. Однако мы, как я сказал, мы пошли с другой стороны, посмотрели на проблему и с помощью, ну, то есть мы создаем не операционную систему и потом пытаемся делать ее безопасной или подстраивать функционал, а именно на специализированном языке мы описываем ее требования, и собираем в статике, все пытаемся анализировать в статике и, соответственно, из-за этого мы можем получить больше информации и сделать всю систему конечную, более безопасной. То есть она полностью перестраивается по результатам. То есть вот там, опять же, во втором докладе был рандомизация пространства, так у нас даже рандомизация стандартной библиотеки. То есть у нас каждый раз, каждый собираемый образ просто уникальный. То есть если у вас нет вот этого описания, вы не сможете собрать такую песочницу, которую вызвать в вашу систему. С точки зрения, на самом деле, идеи, естественно, мы вот как на этой конференции давайте делиться идеями. Естественно, идеи приходят в голову не только нам. Но с точки зрения вот такого, глобально, если посмотреть, то это наш сам подход. Он основан там к build, open embedded для root.fs собрать и device 3. Только повторюсь, мы все это делаем в статике и собираем информацию обо всех модулях. Ну, собственно, как я сказал, мы должны описать, мы вносим, назовем так, вносим избыточность информации, которая позволяет задать ограничения, свойства каких-то систем и после этого формируем требования. В результате мы получаем вот эту неработающую систему, очень маленькая, ну, там, пустая, можно сказать, там, минимальная, которая собирается. Получаем граф, строим полный граф системы, и после этого мы на каком-то этапе, проверив непротиворечивость, проверив там какие-то вещи, мы вот здесь два последних этапа. Это создание build-модели, вот этой, которой я уже показал графа. И второе, это мы из этого графа, если все нормально, мы генерим различные артефакты. Прежде всего, это make-файлы для сборки конкретных, с конкретными параметрами, и хедеры, часть сишников, также генерится, то есть такие. Немного об описании модулей. Мы старались его сделать очень простым. Поняли, что мы, наверное, стремимся не к XML-описанию, где такое совсем верхнее, а скорее мы стремимся к наследованию. Нам скорее такая была парадигма. То есть у нас можно задавать исходники, некие правила, зависимости, опции и так далее. Это пример описания наших требований. Тоже ничего интересного. А здесь сразу хочу перейти к чем же, как же мы можем выиграть, если мы будем все это делать в статике. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь приведен пример. Некого специально привел пример реальной системы. Это микроконтроллер. У него достаточно мало ресурсов. То есть 1 мегабайт в флешке и 512 килобайтов в зуб. Таким образом мы описали, сколько у нас есть ресурсов. И дальше мы описываем различные секции. Ой, не туда. Как назад? Различные секции. И, по сути дела, после этого мы в конфигурации проверяем, что куда в статике, проверяем, что куда врезан. Это банально линкер делает, так что ничего страшного. А поскольку мы все проверяем в статике, мы можем, например, задать размер кучи. Мы посчитали, что размер кучи вот такой. Это вот предыдущие два доклада выступал про Arink. Там было, что можно задавать различные секции и статические планирования. По сути дела, такой же принцип у нас можно сделать. Всего 10 у нас SK-буферов влезает, сетевых пакетов. Ну, зачем-то, не знаю, зачем. Аж 16 потоков в системе можно запустить. После этого, поскольку у нас все это доступно в статике, вот мы можем проверить, посмотреть, проанализировать распределение памяти, в том числе и про конкретно, какой модуль конкретно что использует. После этого происходит рандомизация. Повторю, она автоматически происходит, потому что у вас нет, у вас уникальный вообще список модулей и уникальные конфигурации. Дальше мы смотрим в сторону полноценного анализа линуксового девайс 3, но пока поняли, что это, наверное, сложно проанализировать. И мы выписываем себе вот карту памяти. Карта памяти в микроконтроллерах тоже можно там сделать некэшируемое ее, чтобы не пересекались разные регионы и так далее. Все это можно проверить в статике. Также можно проверить в статике, там, например, вот здесь был вопрос спросить его интерфейс. Ну, вот у нас здесь приведен пример с портами. Вот мы просто настраиваем. Такие-то порты у нас есть. Все, больше других просто их неоткуда взять. Это то, что я сказал. Мы берем и выписываем, что вот этот кусок под видеопамять, под наш премь-буфер, мы взяли его и задали. То есть точно так же проанализировали карту памяти, что она не пересекалась. Теперь пойдем чуть-чуть дальше. Как про линукс ПО. Я сказал, мы стараемся максимально простой язык иметь, но вот у нас есть, назовем так, аналогичный механизм, который Astra показывала для M-Map. Но у нас он более просто реализован, поскольку мы все в статике можем посмотреть. Все наши приложения, вот здесь, что это команда, там, hello world, абсолютно не важно. Все наши приложения в статике, они заносятся в такой репозитории, который, только из которого можно вызывать. То есть все другие вы просто не сможете вызвать, и этим просто все ограничивается. Также, но при этом мы можем собирать, как я уже сказал, линукс ПО. И вот тут несколько раз уже возникал вопрос про фазинг. Да, там фазинг или какой-то анализ. По сути дела, внутри имбокса создается свое окружение, которое вот здесь, build.artefact.pass позволяет задавать определенные флаги, с которыми собирается ваше приложение, библиотека, приложение и так далее. Именно таким образом после этого можно запустить отдельное приложение. Сейчас я к этому приведу на примере. Я уже, по-моему, про него рассказывал. Это вот VoiceOver IP-телефон. Можно сказать, это с тачскрином, такой смартфон, который содержит только ваши настройки и ничего больше. При этом мы используем абсолютно нормальную библиотеку, которая называется PgSIP. Она для начала собирается под линуксом, в котором все может быть, она может быть профайзена, оттестирована в ваших нужных конфигурациях и так далее. При этом вы можете использовать и другие средства для анализа. Например, вот здесь мы использовали, показано Valgrind, для анализа, сколько памяти потребляет в разных ситуациях. То есть мы натравливали на разных ситуациях, звонок идет, не идет, там несколько коннектов и так далее. Вот мы получили такую картинку. После этого мы это приложение с теми конфигурациями, которые мы получили на линуксе, которые мы использовали на линуксе, запустили на виртуальном машине QEM. После этого мы посмотрели, какие нам еще нужны памяти для реального устройства. Здесь они приведены. И в результате мы получили полноценный телефон, который был по частям протестирован, проанализирован на момент разработки. В результате мы имеем вот такой подход, который позволяет переносить достаточно большое количество проверок именно в статику, на этапе продумывания вашей системы, конечной с ее функциями. И, собственно, подводя итог, когда вы делаете проверки на этапе проектирования, ну, то есть все мы здесь системные программисты, и мы знаем, что такое жизненный цикл продукта, программного продукта. Собственно, чем на более ранних стадиях вы обнаружите ошибку, тем она будет стоить дешевле. Собственно, поэтому, если вы максимальное количество проверок сделаете в статике, то это, безусловно, отразится на вашей безопасности. Собственно, для того, чтобы добавлять реально вот эти проверки, вам лучше бы внести избыточность. Ну, собственно, то, что мы и сделали с помощью языка вот этого MyBuild. Ну, и на самом деле никаких серебряных пуль, ни языков, ни чего другого не существует, если вы его используете без полного вовлечения в процесс. То есть язык может помочь вам что-то сделать, увеличить безопасность, но если вы будете его использовать в качестве вот этого процесса при разработке полный. Спасибо. Ну, ты забрал микрофон и при этом не хочешь дать. Есть вопросы? Да что ж ты? Знаете, когда хотите задать вопрос прямо до кончания, поднимайте руки. Так, вопрос следующий. Вот у вас операционная система с райвом. Насколько она маленькая? Ну, то есть какие характеристики? Сообщите в плане, сколько памяти требуется, сколько, ну, как обычно эта система должна быть. Она конфигурируемая. Мы запустились на 32 килобайта флэш в памяти 4 килобайта АЗОВ. Круто. Вот такой вопрос. Правильно я понимаю, что вот Mbox, она по духу приблизительно такая, как вот статически собираемая операционная система MECOS, RTM, и только вы используете в основе элементы Linux для того, чтобы собирать статический образ операционной системы вместе с приложением. Чуть-чуть я и да и нет, поясню. Статически собираемые, то, что вы привели, Firtos, ECOS, RTM, Zephyr, ну, я могу перечислять их довольно долго, они относятся обычно к классу Libos. Это, по сути дела, мы собираем библиотеку, действительно, как операционная система представлена, так библиотека, и у вас есть одно приложение. Я показал пример, но я не стал показывать. То есть вы можете, у вас точек main очень много в Mbox. Вы пишете приложение не под операционную систему. У вас есть консоль полноценная, у вас есть средства администрирования и так далее, если вы это все предусматриваете. Да, многозадачная среда. Она не только многозадачная, она еще и, можно сказать, многопользовательская. А вектор атаки, получается, что сама система представляет из себя некий киоск, куда проникнуть, эксплойт уже не может. Соответственно, от чего вы защищаетесь? Мы не защищаемся. Смотрите, у нас чуть-чуть разные подходы, как я и сказал. Мы смотрим. Мы пытаемся не создать операционную систему. Мы, грубо говоря, предлагаем создать операционную систему под задачу. У вас вектор атаки включен в ваше устройство. Если это киоск, то, не знаю, там питона. Вот у нас просто питона не будет. Ну, как бы, вызывай, не вызывай, не будет его. Там такой вообще нет проблем. Бедный питон. Ладно, давайте с первого начнем. Вот. Откопаем. Соответственно, вы создаете устройство, вы создаете сразу, проектируете, ну, то, что, опять же, у Кавперского было, в Secure Byte Design, вы проектируете и модель атаки, и модель, тот уровень безопасности, который вы предлагаете, когда вы создаете такое устройство. Не знаю, вы создаете роутер, вы создаете банкомат. Вот здесь был пример. У вас известны функции, у вас известно, где стоит это устройство, у вас известно окружение, вы подготовливаете модель атаки и, исходя из этого, составляете вот этот список требований. После этого генерится все, и все уже только необходимый код, получается, собирается. Собирается он статически, но я не буду сейчас вдаваться в подробности, что у нас можно создать полноценную микроядерную и универсальную систему, но как бы тогда теряется смысл. Ну, может быть, отказ в обслуживании за счет каких-то ошибок там внутреннего кода. Естественно, да. Поэтому я и говорю, что… Надо фазик проверять. Да, это наша большая проблема, потому что мы пытаемся использовать максимально Linux Pro, потому что количество… Не знаю, давайте напишем собственную операционную систему. Она будет хуже Linux, потому что в каждой тысяче строчек кода будет содержаться ошибки. То есть у нас это точно так же. Чем больше переиспользования, чем больше… На третьем докладе показывали, как они какие-то ошибки нашли. Вот прекрасный пример. У нас этих ошибок сильно больше, чем… И, естественно, мы можем выиграть только на узких задачах, когда формулируются задачи, когда у вас больше информации, и тогда вы это можете сделать. И, соответственно, построить… Выборож заключается в том, что построить систему безопасности уже на последнем этапе дороже, чем сразу ее заложить на том этапе, который только в этом. А так, тем бог, гораздо хуже Linux. У меня кратенький комментарий в догонку к ответу на вопрос по требованиям к аппаратуре. Антон – это человек, который, по-моему, единственный известный мне автор ядра операционной системы, порта на Эльбрус, без документации. Соответственно, он не подписывал NDA. И это единственная на данный момент, так сказать, добровольно разработчиком выложенная в исходниках операционка, легально доступная в исходниках под Эльбрус. И более того, он еще и в цикле статей этот процесс задокументировал. Так что, вот, некоторым с вами, перед вами моя персональная легенда. Спасибо. Я все-таки добавлю, у нас еще из НЦСТ заключен договор, по которому имбокс остается открытым для Эльбруса официально. Что? Ну, естественно, совсем без документации, без консультаций. Консультации я не говорил. Это уже совсем как-то. Мы мысли читать не умеем. Спасибо за консультацию. Аплодисмент — это сильно недооцененная система. Просто из-за того, что основатель чудовищно скромен. Вот уже 20 лет прошло, когда выйдет версия 1.0, он говорит, не готова, не готова уже. 10 лет прошло, говорю, вот сейчас давай. Вот 1.0, 10 лет. Ну, вот не готова. Когда будет? Ну, мы думаем об этом. Перфекционист. Под каждую задачу своя версия. Еще до него вот прямо... Как думаешь, отстань? Мы работаем. В последнее время сильно ускорились и надеюсь... Еще лет 30 в 2030 году, когда на Марс будет высаживаться на имбоксе бета 0.6.4.25. Нет, я думаю, что сильно раньше. Сильно раньше, да. Ну, ладно. Превердрите его, пишите ему, используйте, выходи. 1.0, 1.0, готово. Пожалуйста. Пора, люди боятся... Вернулся в версии 124. Вот. Просто психология. Люди не будут пользоваться чего-то, что еще нет 1.0. А тут на самом деле есть чем пользоваться. Все. И нет. Все? Еще есть вопросы? Все. Так, ну, если вопросов нет, так толкните соседа, который уснул, если вдруг такой есть, и пора кофе попить. Все.